Всем добрый день. Меня зовут Денис Мальцев, компания ATEN. Сегодня мы проведем совместный вебинар ATEN плюс Zyxel, расскажем про решение передачи видео по IP. Вот план вебинара. Значит, сначала я расскажу про историю, то есть почему мы обратились в Zyxel, для чего все это было, с чего началось. Там кратенько, буквально один слайд. Потом я расскажу про решение наше, компания ATEN. После меня выступит Александр из компании Zyxel, расскажет конкретно, какие у них решения разработаны для нас. Следующий будет Алексей, опять из компании ATEN. Он расскажет вторую часть решений, которая совместно идеально работает с компанией, с компанией, с свечами, со свечом Zyxel. Итак, начинаем сотрудничество с историей, так сказать, разговора, с чего все началось. Ну, вы поняли, да, что речь сегодня пойдет о передаче видео и аудио, ну, видео по большей части по сети. И к чему это, почему вообще к этому шли? Ну, вы, наверное, тоже все давно заметили, что идет постепенный и стабильный переход от традиционных про-ави решений в IP. Да и вообще сейчас все в IP идет, рано или поздно в IP все идет. Наверное, дальше все пойдет это по воздуху. Поэтому, естественно, мы не захотели отставать от трендов и, соответственно, тоже начали развивать эту область. Почему IP? Ну, IP, понятно, обеспечивает гибкость, фактически бесконечное масштабирование инсталляции, все это быстро разворачивается через обыкновенные IP-сети. Ну и, конечно же, фактически покрывает бесконечное расстояние. Если эти свечи каждый 100 метров прокладывать там или оптику, то фактически масштабировать проект можно там до какого-то теоретически бесконечного объема. Следующее, с чем мы столкнулись, когда мы стали сами заниматься и продвигать наши овер-IP решения и развивать то, что и мы, как про-ави коммутационная компания, и наши партнеры, и клиенты, которые используют, они, скажем так, слабо знакомы с IP-технологиями, с настройками, и особенно если касается мультикастовой многоадресовой передачи, здесь были постоянные вопросы, к нам обращались, ну и мы сами в этом глубоко не специалисты, и поэтому мы стали искать выход, как все это упростить. Соответственно, мы коммутационная компания. КВМ-производитель номер один, как, наверное, многие знают, из Тайваня, в том числе мы производим и про-ави решения, и мы стали искать, с кому же можем обратиться совместно, чтобы выпустить коммутаторы, которые уже были бы настроены должным образом, не вызывали никаких трудностей, нервных и головных болей. Ну и обратились, мы обращались к нескольким, и в итоге остановились на ЗАГСЕЛЬ, потому что помимо того, что, конечно, производитель, известный производитель, даже в России все его знают, сетевых мультикастовых, в том числе коммутаторов, мы с ним нашли, ну, наш штаб-квартира, скажем так, наш инженер, нашли неплохой вообще язык, поняли друг друга и, соответственно, пришли к общему пониманию. И как итог, выпустили решение, то есть коммутатор сетевой для передачи видеосигналов в довольно неплохом, высоком качестве, фактически, можно сказать, без потерь, потому что эти потери, конечно, есть от сжатия, но визуально они очень трудно различимы. Об этом я, кстати, расскажу далее. Немножко сухой статистики. Опять же, почему мы просим всех и мы сами обратить на это внимание? Ну, сухая статистика, против которой ничего не скажешь. Есть исследование, компания FutureSource, например, вот мы взяли, что рынок передачи видео, здесь конкретно идет именно передачи ProAvi Video с низкой задержкой. То есть здесь нету бродкастинговых передач или каких-то специфических. В общем, этот именно ProAvi рынок по IP, он значительно вырос в 2017 году, был резкий рывок, 138%. И по прогнозам этой компании ежегодный рост будет 63% примерно. Ну, то есть существенный. Если остальные рынки могут расти там на 5, на 10%, то здесь 63% – это, естественно, возможность роста для любого бизнеса. Именно поэтому мы туда пошли и рекомендуем всем на это тоже обратить внимание. И как следствие, естественно, увеличивается число производителей. Увеличение числа производителей у нас что ведет? К увеличению устройств, решений. А это, как следствие, увеличение и усиление конкуренции. Усиление конкуренции у нас приводит к улучшению качества, открытию новых технологий и так далее. То есть все идет к тому, что IP догонит-перегонит существующие, я так понимаю, HDBC мы сравниваем в основном. И будет, наверное, вытеснять в дальнейшем решение традиционное. А теперь конкретно о моделях. То есть здесь я не буду расплываться, ну и все коллеги не будут расплываться мысли по древу. То есть мы хотим выдать вам такую сухую, сжатую информацию, по нашему мнению, самую важную. Поэтому я расскажу о именно передачах видео по сети. Алексей, мой коллега из компании ATEN, он расскажет про КВМ. Немножко есть отличия. Он об этом акцент поставит. Поэтому здесь я расскажу только передачи видео по сети. Значит, мы, естественно, рассматриваем гигабитную сеть. Конечно, в дальнейшем у нас будут 10-гигабитные модели, но на данный момент все-таки 10-гигабитная сеть – это трудоемкая, трудозатратная и ресурсно, по деньгам не совсем эффективно выгодная. Поэтому мы позиционируемся пока в гигабитной сети. У нас есть три модели по передаче видео. Это 8900, 8950, 52. Их основные отличия, вот, можете посмотреть. 8900 – это Full HD в формате 4.4.4, естественно, передает. Здесь сжатия нет. И две модели у нас 4K. Сжатие 4.2.0. Отличия между ними без ПОЕ и с питанием по сети, то есть с ПОЕ. Все они работают в гигабитной Ethernet-канале. Они умеют все масштабировать сигнал. То есть все вот эти приемники имеют скейлер. Вы можете вставлять разрешение. Возможно, каскадное подключение до 30. Что такое каскадное подключение? Вот вы видите два сетевых порта. Для чего два? Вы можете в первый порт подключить сетевой свитч, а в эти два можно подключать не сетевой свитч, а закаскадировать их. То есть отсюда выход. Здесь вход, выход, второй порт, первый порт, вход. И тогда их так цепочкой соединить. Ну, понятно, что у вас все ресиверы будут получать один источник, один сигнал. Но, тем не менее, в данном случае, например, видеостену построить или просто раскидать сигнал как сплиттер, получается режим сплиттер. Вам свитч не нужен. Это одно из таких преимуществ данной модели. Видеостену можно строить, кстати говоря, максимальной размерности на данных моделей 16 на 16. И, кстати говоря, вы можете заметить, в данной конфигурации, я специально нарисовал, все модели можно миксовать. То есть в одной сети у вас, может быть, разные модели 52, 50, 0, 0. Они все друг друга будут видеть. Понятно, что если у вас идет 4К-сигнал, то вот эта модель, она его никогда не получит, потому что максимально Full HD. То есть здесь надо за этим следить. Но, тем не менее, их можно миксовать, соединять даже в видеостену. Ну, конечно, они поддерживают USB, R, звук. И вот здесь внизу цены. Это розничные цены на эти модели. Следующий. Один из страхов, да, очередной, то есть помимо того, что настройка нужна, сложные мультикастовые настройки и так далее, многие говорят о задержке рассинхронизации. Да, естественно, есть такая проблема. Раньше она была сложная. Сейчас, на данный момент, у нас на конкретно вот этих вот железках рассинхрона нет. То есть вы можете обратить внимание, вот три монитора, верхний два и нижний правый, это три сигнала, пропущенные через наши IP-ресиверы, то есть через передатчики по сети. На них рассинхрона нет. Справа нижний оригинал, он подписан. И если сравнить, то есть подключен напрямую к монитору, эти подключены через IP-приемники, эти три. И мы сравниваем, в итоге задержка у нас получилась 68 миллисекунд. Причем это мы старались выбрать самый нагруженный сигнал. Это 4К, видеофильм, динамика, звук, естественно. Ну, если мы берем источник 30 кадров, считаем, что стандартный 4К 30 кадров, то это получается где-то задержка 2 кадра. В итоге рассинхрона у нас по различным передатчикам нет. Задержка относительно оригинала, да, 2 кадра. Это есть. Это пока на этих устройствах максимум, то есть минимум, наоборот, что мы могли достигнуть. Если мы будем говорить про КВМ, который будет Алексею рассказывать, то у него задержка вообще 1 кадр, то есть 30 миллисекунд. Там мощнее же резки. Он про них подробно расскажет. Еще один, скажем так, страх или отрицательное ожидание от использования устройств в видеопередаче по сети – это потери качества. И да, опять же, на устройствах VE серии оно существует. Почему? Потому что идет кодирование 4.2.0. Все знают, да, что оригинал, полноцвет, то, что видит человеческий глаз без потери – это цветность 4.4.4. Когда мы перейдем в 4.2.0, то происходит сжатие и визуальная потеря качества. Вы можете посмотреть. Вот я выделил кружочками. Это наша тестовая таблица, которую мы сами придумали, но на ней зато видно. Если мы смотрим 4.4, то есть источник полноценной, передача сигнала, вот они вот так выглядят. И справа видно, да, полосочки немножко теряются. Текст, например, вот, особенно черный на цветных, черный-красный, на белый, на зеленом, смазывается. Ну, надо понимать, этот шрифт где-то в районе 6 или 8, если мы берем Times New Roman, Word, то есть вот этот вот размерный шрифта – это 6 или 8. То есть это сильно увеличено здесь сейчас на экране. В оригинале все четко. Ну и, например, я сфотографировал Excel, открыл Excel. Это меню Excel, и там тоже, наверное, шрифт 6 или 8 на 4K мониторе. В оригинале слева все нормально, четко. Справа видите такие муарчики, вот вокруг буквы N. То есть на проверочных таблицах, на графиках, на каких-то автокадовских программах, да, это будет заметно. Но если это мы смотрим динамику, фильмы, картинки просто, это абсолютно невозможно заметить. То есть если не говорить человеку, я думаю, что он даже не обратит внимания на это. Ну, когда всегда я говорю, привожу пример – это YouTube. Там еще хуже все сжато. Или API-телевидение. Там все сжато-пересжато, и никто не жалуется. Full HD и API-телевидение. Все смотрят и восхищаются, какое все качественно. Хотя там вот эти все таблицы, они даже, наверное, не то, что вот такие будут. Там, наверное, 5-6 полос будет пропадать. Итак, опять же, приходим к вопросу. Многие спрашивают, ну, хорошо, а что когда использовать? Мы здесь из опыта своего и теоретически делали выкладки. Вот смотрим, например, справа у нас построена коммутация по сети. Слева классическая наша ProAvi модульная матрица. Может быть, любая, но мы взяли нашу. Если нам нужно 16 на 16, то мы всю эту матрицу заполняем. И, в принципе, у нас как бы нет пустых, скажем так, мест. Все мы компактно, все подключили. И нам не жалко потраченных, условно говоря, денег. Но если нам, например, надо 8 входов и 12 выходов, шасси мы берем полностью. В любом случае покупаем. Здесь у нас как бы ставим плашки. То есть плат мы меньше берем, но здесь у нас пустые места. Но за шасси мы заплатили. В случае по IP мы просто убираем или даже просто не покупаем эти ненужные трансмиттеры и ресиверы. Одно из преимуществ. Еще хуже ситуация, когда у нас количество портов не кратно даже плате. То есть у нас плата куплена, но она не используется. Ну да, можно сказать клиенту, ну хорошо, на будущее пригодится, используешь эти два порта. В данном случае с сетью вообще не надо просто покупать приемники. И в будущем, как я заговорил, то есть понятно, что их можно бесконечно масштабировать, свитчи можно стекировать. Главное, правильную пропускную способность считать, чтобы не было слабых звеньев, так называемых бутылочных горлышек. Это вот один из преимуществ IP. Еще мы делали теоретические выкладки. Значит, здесь шесть таблиц. Ну, не надо там подробно, особенно их вы можете, конечно, отфоткать, вчитываться. Но суть такая, что если мы берем симметричные инсталляции, то есть 16 на 16, 32 на 32, там 8 на 8, то традиционная коммутация, она выигрывает в цене. Это мы здесь рассматриваем чисто в деньгах при 4К. Мы, да, не говорим, что там есть чуть-чуть потери качества, что все-таки у нас вот этот бесподрыв, а по IP, конечно, будет подрыв, он минимальный, но он будет там задержкой и так далее. Просто пока сухие цифры. 16 на 16 симметрию берем. Значит, традиционные матрицы, они выиграют в цене. Ну, как только мы получаем асимметрию, то есть 4 на 16 выигрывает IP, там 4 на 12, то есть чем сильнее асимметрия, тем сильнее этот разрыв и перевес ценовой в сторону IP-решений. Кратко. Зайксель снабдил прошивками специальными сетевыми для передачи видео по сети три серии. И здесь очень кратко, потом Александр подробно расскажет, но суть такая, что для самых простых 22.10, чуть посложнее 22.20, точнее, наоборот, 22.10 – это среднее, 22.20 – самое простое, 38.0 – это такой уровень уже агрегации свитч третьего уровня. Итак, где у нас, есть ли у нас успешные проекты? Да, он нас спрашивает. Их, естественно, не так много, особенно мы говорим, когда про крупные. Но у нас вот есть, например, проект в Астане. Именно здесь у нас используются два Зайксель свитча, они соединены в стэк, и все работает. Помимо того, что здесь используются просто передачи видео, здесь по USB переключается тач. То есть делегаты, участники, которые сидят здесь на сиденьях, на креслах, они управляют компьютерами, которые выводят сюда изображение с помощью сенсорного экрана. По USB передается сигнал. Понятное дело, что если всех 10 подключить на один компьютер, будет работать только один, но это люди все понимают, но тем не менее это работает. Так, первый вопрос. Для чего на видеостене 9 приемников? Это мы возвращаемся, я так понимаю, к слайду назад. 9 приемников. Это вот здесь вот, да? Чтобы видеостена была. То есть каждому монитору у нас подключается по одному приемнику, и они образуют видеостену. Все это делается в веб-интерфейсе, там или веб-интерфейс элементарный, drag and drop, превьюшки все высвечиваются в веб-интерфейсе. Можно видеть, что происходит. Там 5 кадров в секунду, но это все понятно. То есть не надо бегать по всему залу, смотреть. Я так понимаю, вот этот вопрос. Так, на объекте в маточном коммутаторе постоянно вылетали платы. Какой объект, какой коммутатор? К сожалению, здесь я не знаю, о чем речь идет. Ну, наверное, да, вылетает. У нас тоже ломается оборудование. Не исключаю, такое возможно. Вопрос, как все это чинить? Сервис. Если это чинится, ремонтируется, и в итоге все работает, ну, я считаю, что все неплохо. Даже Mercedes ломается. Говорят, что он вообще еще больше всех ломается. Так, да, для каждого монитора. Мне интересно было бы узнать, как передать видео на 32 делегата. Ну, очень просто. Один трансмиттер включается в свитч, и 32 ресивера в свитч. Каждый ресивер подключается к монитору по HDMI. Все. В режиме сплита нет проблем. Если один источник. Поддерживается CAC? Нет, CAC по IP не поддерживается у нас на этих устройствах. Это удаленное управление. Протокол удаленного управления устройствами нет, не поддерживается. Все-таки это больше... Почему-то они используют один приемник. О чем речь? Где не используется один приемник? Александр, пишите, пожалуйста. Почему не используется один приемник? Потому что, значит, я так понимаю, Александр, речь о том, что эти мониторы, вот эти дисплеи профессиональные умеют сами делать видеостену. Тогда да, можно один видеоприемник. Но мы говорим о том, что это просто стоит монитор, который сами видеостену по себе делать не умеет. Это не профессиональные, может быть, мониторы. Поэтому видеостена сделана именно с помощью наших приемников. То есть каждый приемник к видеостене передает сигнал к каждой панели. Сами панели тупые, назовем их так. Они никак сами не управляются. Там между собой не умеют синхронизировать изображение. Но наши приемники это изображение растягивают. Это, кстати, даже когда используют дисплеи для видеостены, которые умные и умеют сами растягивать изображение на все мониторы, на все дисплеи сами. Все равно иногда покупают или бы матрицы, либо наши вот эти устройства в E, потому что с помощью них можно делать так называемую картинку-картинку. То есть, например, сделать вот эту видеостену большую, а сюда вывести другое изображение. Или сделать две видеостены. Например, вот так вот сделать изображение одной видеостены. И вот так вот сделать. То есть разбить как угодно. То есть в рамках одного монитора мы можем здесь играть как угодно. Сделать хоть здесь одну видеостену, вторую видеостену, здесь еще одно изображение, здесь другие отдельно. Вот иногда берут для этого. Чтобы якобы какая-то картинка... То есть это, понятно, не процессор видеостены, но якобы там picture-on-picture как-то люди могут играть. Потому что это экономичнее намного, чем видеопроцессор в данном случае. Иногда это достаточно. Коммутатор, как на фото от N, замучились вам платы. А, я понял, да, на данный момент мы вам отправили коммутатор новый, 16.0.0 полностью, и если это компания Вепро, то Александр говорил, что все работает, наверное, уже неделю. Нам даже тот коммутатор уже вернули, отправили. Все, больше, говорит, не было проблем. То есть разобрались, проблемы нашли, это именно в шасси, вот это в целое шасси. Заменили, и я так понимаю, что уже неделю работает без вопросов, или две. Если это не так, то, значит, нам неправильно сообщили. В общем, на данный момент вопрос закрыт. Вот такая информация у меня, все работает. Я считаю, это тоже один из плюсов, то есть мы не заставляли ребят отдавать наши коммутаторы, оборудование в сервисный центр, мы сами все это заменили сразу. Так, насколько быстро перестать приключение между энкодерами? Ну, не знаю, ну, доли секунды. Я здесь это не снимал, потому что здесь идет задержка. Я сомневался, что даже вот эта картинка, где сравнение качества вы увидите, я ее специально сильно увеличил, но задержка там, ну, доли секунды. Она видно, что, конечно, идет смена кадров через минимальное черное поле, но она есть. Намного быстрее, конечно, чем классический коммутатор, и медленнее, чем бесподрывный коммутатор. Так, ладно, двигаемся дальше. Мы пытались замерить это с помощью секундомера, но у нас не получилось. То есть это настолько быстро, то есть, ну, это неуловимо. Даже при медленной съемке мы с трудом улавливали. И еще один проект у нас был, это Икея. Они использовали наши IP-передатчики, приемники, делали себе цифровые вывески. И поэтому, в принципе, мы считаем, что это идеально подходит для таких инсталляций, как в торговых центрах, в выставленных центрах. Это цифровые вывески, информационные панели, рекламный материал. То есть там вообще людям по барабану до этой скорости переключения каких-то искажений, там линий тонких. Там иногда подходишь, смотришь, там изображение, как раньше по телевизору в советское время на ламповых телевизорах было вот такого качества, и вообще мало кого это интересует. Поэтому в данном случае очень удобно. Раскидал эти приемники, трансмиттеры по всему зданию. И надо нарастил, надо перенес. Главное, свечей, чтобы хватило, и все. Здесь вот в Икеа, кстати, сделали, тоже жалоба нету, нормально работает. Фотография не из Икеи, это просто из интернета, потому что там, по-моему, объект еще до сих пор не сдан. Вернее, когда я обращался, не было красивых видов, скажем так. Поэтому это просто с интернета независимые какие-то. Так, для видеостены не нужно программное обеспечение, где происходит разбивка на каждый монитор. Да, ничего не надо. Все это делать, настраивать с помощью веб-интерфейса. Почему 6809 медленно переключать, чем 6808? У нас нет модели 6808, наверное, 65808. Мы даже не знаем, что она медленно, мы не сравнивали. Может быть и медленнее. Насколько медленней? Надо, кстати, видео снять, нам интересно. Вот модульные матрицы, она чуть медленнее переключает, чем 5808, то есть чем литые, единые, не модульные, потому что это связано именно с техническими составляющими. Там все-таки модули, они общаются с центральным процессором шасси, и там есть такой небольшой фриз. Не модульные все-таки мгновенно. Расскажите о преимуществах перед конкурентным оборудованием, например, TNT-SYS. Вы знаете, я с ним не знаком, с этим оборудованием. Сейчас выбор между ATEN и TNT. Мы всегда говорим, ребят, вы возьмите и сравните, потестируйте, потому что даже когда мы вам сейчас скажем, напоем песни, а по факту окажется, что не так. Поэтому мы всегда говорим, ребят, у нас есть демо, берите, заказывайте, точнее, просто звоните, мы вам отправим, вы посмотрите там вживую. Вы скажите, что умеет вот этот TNT-SYS. Я скажу, мы это умеем или нет, то есть в чем отличие. То есть просто по модели я даже не знаю, что это такое. Я так понимаю, что это IP-передатчик, но в каком разрешении, что он передает. У нас, в принципе, есть одно из преимуществ относительно остальных вендоров. У нас система децентрализована. У нас нет сервера, нам не требуется выделенный компьютер. Вы можете по IP зайти на любой трансмиттер, например, и он сразу к вам в веб-интерфейс подключает, подтягивает все устройства, которые в этой сети. Вы их видите сразу. Трансмиттеры, ресиверы, видите превью, видите настройки, можете их менять. Видите все видео, стены, если они настроены. Все это делается в веб-интерфейсе. Поэтому система полностью децентрализована. Соответственно, если у вас какое-то устройство выйдет из строя, просто оно выйдет, оно единственное. Все остальное будет работать. Нет привязки к северу, который, если тоже вдруг выйдет из строя, то это не будет влиять ни на что. Так, да, 6809, 5808. Ну, наверное, потому что 6809 – это 4К, ему, может быть, надо чуть больше времени для обработки сигнала. Но, опять же, я думаю, это и речь идет, наверное, о долях, может быть, о сотах секунды. Потому что мы тестировали 64.04, переключает мгновенно. У нас есть 64. То есть это то же самое, что 6809, только он 4 на 4 размерностью переключает мгновенно. То есть какие-то, может быть, там есть где-то. Ну, мы вот на глаз мы даже не замечали. Еще у нас по поводу этих устройств. Там нет кулеров. То есть нет риска, что забьется когда-то пылью, и из-за перенагрева сгорит и выйдет из строя. Да, конечно, есть IP для управления с коммутацией. Можно использовать нашу систему управления, ВК. У нас есть свой контроллер. Есть команды, все управляется, переключается. С этим тоже вопросов нет. Команда Телнет. Мне здесь подсказали, что приемник TNT V-SISA, передача по HDMI, максимально 4К, 30 Гц, формирование видеостен. Ну, вот по описанию ничем не отличается, получается. Дальше надо смотреть скорость переключения, настройки, функциональность, качество, как управлять, удобно, неудобно и так далее. Вот это наблюдать надо. То есть какой функционал вам нужен? Стабильность сигнала и так далее. Так, идем дальше. Сейчас я вернусь на презентацию. Куда и кому писать запросы на демо? Сейчас я вам скопирую сюда почту нашего технического специалиста, которому написать по демо. Похожа, но я говорю, я всегда рекомендую. Ребят, возьмите вживую, попробуйте. Вот по демо. По демо видеооборудование вот сюда. Кому что надо. Гарантийное письмо, естественно, стандартно, потому что у нас уже так увели одну матрицу. Мы всем по честному слову давали, и, к сожалению, есть недобросовестные люди, поэтому гарпись вам обязательно. Так, погнали дальше. Соответственно, вопросы-ответы. У меня все. Есть вопросы-ответы. Задавайте. Чтобы не было тишины в эфире, я расскажу, что это за черный квадрат. У нас есть на FTP, на нем выложен регулярный розничный прайс-лист, и он постоянно обновляется. Плюс там есть папка с техническими заданиями. Эти технические задания можно вкладывать в тендера. Там вырезаны все наши запатентованные названия, знаки, модели, то есть то, что не разрешено при публикации в ТЗ. То есть, условно говоря, коммутатор не более 8 входов, не более 8 выходов, передает сигнал в таком-то качестве, и тру-ля-ля там дальность передачи сигнал и так далее. То есть, их можно смело копировать и вставлять уже в ТЗ для заказчика, для участия в конкурсе. Можете сейчас отфотографировать, сканировать, ну или потом в записи. Какая ширина канала используется для передачи сигнала в Full HD 4K? Если по IP, то мы замеряли, по-моему, максимум 800 мегабит в секунду у нас получалось около того. Это 4K и это Full HD. Почему одинаково? Потому что в Full HD передается 4.4.4, 4K передается 4.2.0. Соответственно, сжатие 4.2.0, то же самое, примерно размер. Естественно, звук, конечно же, передается, плюс передается сигнал по USB. Это может быть флешки, это может быть управление по тачам, например, в том числе. Ну и плюс сигнал управления, конечно. Если вы хотите управлять командами этим устройством, конечно же, тоже передается. Так, ну, я даю слово дальше тогда Александру. Если будут вопросы, я либо буду в чат отвечать, либо потом после финалочка. Есть ли ограничения по количеству демоустройств? Да, есть ограничения, это наше наличие в Москве. Мы можем дать все, что у нас есть. На данный момент у нас этих выешек, ну не знаю, что где есть там есть. То есть это главное ограничение. Если, опять же, все не разобрали и так далее, или там мы не вернули, например, по гарантийному ремонту кому-то, только такое. Спасибо, Денис. Хорошо, добрый день, коллеги. Я продолжу выступление на тему коммутаторов IVE over IP. Собственно, Денис рассказал, для чего это было создано, так как индустрия V-систем переходит от традиционной архитектуры к использованию IP-сетей. И в процессе этого перехода нужно создать такое оборудование, в том числе коммутаторы, который позволит этот переход сгладить, сделать более простым, как в управлении, так и в настройке. Основная проблема это в том, что разработчики и поставщики таких систем, они слабо разбираются на костях настройки, особенно в настройке GMP и передаче мультикасс-трафика. Из-за этого они правильно настраивают и не получают высокую скорость, задержки и так далее. Тайваньская компания ZAXY занимается разработкой коммутаторов уже 25 лет и является экспертом по внедрению GMP сценариев, как в коммутаторах, в маршрутизаторах и так далее. Каким образом ZAXY помогает в этих коммутаторах? Во-первых, это специальный режим, который называется Networked IV. Он позволяет быстрее настраивать, мониторить и управлять такими сетями. Равномерное распределение мультикасс-трафика через транковые порты для лучшей производительности и более эффективное использование полосы пропускания между портами коммутатора за счет снижения ненужных служебных пакетов GMP, чего обычно нет в традиционных коммутаторах. Касательно выбора режима Networked IV, при первом входе на коммутатор будет появляться окно, где есть у вас на выбор стандартный режим и режим Networked IV. Стандартный режим – это классический интерфейс наших коммутаторов, в котором есть полный набор функционала, который пойдет для любого сценария, в том числе и для AV over IP. Но если человек плохо разбирается в таких сетях, не знает, как настраивать GMP, то ему подойдет режим Networked IV, который есть сейчас в трех сериях наших коммутаторов. И он позволяет выполнить настройку как в базовом режиме, так и в продвинутом. Я чуть дальше это покажу. Интерфейс мониторинга выглядит следующим образом. Здесь отображается в реальном времени состояние портов коммутатора, его статус, индикаторы, сводная информация о настройках Networked IV, потребление бюджета ПОЯ и информация об использовании портов и соединений. Что касается поддерживаемых моделей, это, во-первых, серия GS2220, это L2 коммутаторы. В этой серии есть шесть моделей, три из них с поддержкой ПОЯ. То есть это 8-портовые, 24-портовые и 48-портовые модели. В каждой модели есть оплинки. Оплинки комбо-порты, то есть, допустим, если взять 8-портовый, то у него два комбо-порта, то есть либо медный, либо оптический. В 24-портовые там 4 порта комбо на оплинк. И в 48-портовых там 6 SFP, из которых 4 комбо и 2 просто SFP. Как я говорил, здесь 6 моделей. Три из них это модели с поддержкой ПОЯ. 24-портовые, 48-портовые поддерживают бюджет 375 Вт. 8-портовый, у него бюджет 170 Вт. На всех моделях либо отсутствует вентилятор для охлаждения, либо он обеспечивает очень тихое охлаждение. То есть, он регулирует скорость вращения вентилятора в зависимости от нагрузки. И в этой серии, скажем, уровень шума был гораздо снижен по сравнению с предыдущей линейкой. Это была GS2210. Напомню, здесь 6 моделей. Следующая серия это XGS2210. Это уже L2 Plus серия или L3 Lite. То есть, она поддерживает статическую маршрутизацию и маршрутизацию между VLAN интерфейсами. Здесь 4 модели. 2 модели с ПОЯ, 2 без. На моделях с ПОЯ бюджет 375 Вт. Модели 24-портовые и 48-портовые. Еще одно отличие от серии 20-20. Это оплинки 10-гигабитные. Здесь уже используются SFP Plus порты, не комбо. То есть, только оптические, но зато 10-гигабитные. И также поддерживает аппаратное стекирование. То есть, можно в стек поставить 2 модели, объединив их через порты SFP Plus. И тем самым получить 96-портовый стек. И последняя серия. Здесь уже одна только модель XS3800. Это L3 коммутатор. Собственно, он поддерживает все функции L2, L3. Из L3 бесплатно доступна статическая маршрутизация. Маршрутизация на базе политик, VRP, Valance Staking или QNQ. И лицензии можно открыть дополнительный функционал. Это динамическая маршрутизация, RIP, USPF и DVM-RP. Касательно стекирования. Стыкирование также поддерживается. Можно застекировать до 4 устройств в один стек. Причем здесь гибкая конфигурация портов. Все порты 10-гигабитные. Из них 16 жесткие оптические SFP+, 4 жестко-медные мультигигабитные порты. То есть поддерживают скорость 1, 2,5 и 5-10 гигабит. И 8 портов комбо. То есть их можно использовать либо как оптические, либо как медные. Естественно, если это оптические, то либо 1, либо 10 гигабит. Если как медные, то мультигигабит полноценный. 1, 2,5 и 5, 10 гигабит. Таким образом, всего получается 11 моделей коммутаторов, которые поддерживают данный режим. На сравнительной таблице вы можете видеть все модели. Какие модели поддерживают POE. И какие модели поддерживают стекирование. Касательно работы самого режима Network AV. Выглядит это следующим образом. То есть либо вы при первом входе на веб-интерфейс коммутатора видите выбор режима настройки, либо стандартный, либо Network AV. Либо из стандартной панели управления вверху выбираете всякие заголовки в Network AV. При этом коммутатор при последующем подключении будет загружать уже последний режим, который использовался при изменении параметров коммутатора. Причем переключение между режимами управления никак не влияет на локальной конфигурации. То есть ничего не меняется в конфигурации. Просто это, так скажем, оболочка для более удобного управления и мониторинга коммутатора. Так выглядит основная панель Network AV, ну точнее ее часть верхняя. И если вы хотите запустить wizard, то есть мастер быстрой настройки, то вы увидите его вверху в строке заголовков. Либо он запустится при первом переходе в данный режим Network AV. Wizard выглядит следующим образом. То есть есть два варианта настройки. Это базовые и расширенные настройки. Базовые настройки. Здесь фактически вам ничего не нужно настраивать. И коммутатор оставит и VLAN управления, и VLAN, который будет использоваться для передачи видеотрафика. То есть это будет общий один VLAN. Никак ничего не изменится. Единственное, что коммутатор специальным образом преднастроит порты и покажет, какие из портов необходимо использовать либо для подключения к другому коммутатору, либо для подключения приемников. Расширенные настройки позволяют указать VLAN и прочее. Я сейчас чуть дальше покажу. Первый wizard – это окно настройка IP интерфейса. Тут все очень просто. Либо статический адрес, либо получение адреса DHTP. Дальше – это изменение пароля администратора и настройки SINP. И вот последний как раз раздел – Networked AV. Слева вы видите – это базовые настройки для дефолтных VLAN. И здесь как раз показано, какие порты нужно использовать для подключения трансмиттеров-ресиверов и какие порты для подключения к другому коммутатору. Если выбираете расширенные настройки, они здесь показаны справа, то, как видите, здесь можно указать VLAN для передачи видео-трафика, его IP-адрес и маска для этого VLAN-интерфейса. И чуть ниже выбираете порты, которые будут использоваться для трансмиттеров-ресиверов, какие порты для управления и какие для подключения к другим коммутаторам. Здесь же можно настроить link-aggregation, то есть агрегировать каналы, например, с каким-то другим коммутатором. Здесь как раз есть вопрос. Networked AV – это уникальный режим на рынке сетевых коммутаторов. Можно ли прописывать это в конкурсных ТЗ? По сути, да, такой режим уникальный, но в ТЗ вы можете просто написать упрощенный режим настройки для передачи аудио-видео-трафика. То есть можно это сделать так, завалированно. Собственно, это главная панель. В верхней части, видите, состояние портов и индикаторов, реальное время, то есть видно, какие порты задействованы. Чуть ниже информация об основных настройках в Networked AVC, потребление POE. И чуть правее – это Cloud Control Status. Это возможность централизованного управления из нашего облака не было. Но вне было на данный момент пока не поддерживается этот режим Networked AV. То есть в будущих обновлениях он также появится и вне было. И чуть ниже видите список всех портов, имена, скорость, на которые подняты, их утилизацию. То есть как раз когда мы тестировали с ITEN передачу видеотрафика, то как раз мы по утилизации понимали, какая полоса используется для передачи того или иного видео. Так дальше выглядит панель навигации. То есть слева – это те настройки, которые оставили для данного режима работы Networked AV. То есть по консультации с ITEN, какие настройки им необходимы непосредственно для передачи аудио-видео. То есть здесь убрано все лишнее. Если откроете полный интерфейс, там будет гораздо больше настроек. Здесь фактически оставили системные настройки, настройки портов, то есть скорость и так далее, настройки POE, Ingregation, VLAN, Multicast. То есть все самое необходимое, что используется в таких сетях. Ну и естественно сохранение конфигурации, загрузка конфигурации, сохранение и так далее. На этом, коллеги, у меня все. Напомню, всего один из моделей коммутаторов, которые поддерживают данный режим. 6 в серии 2220, 42210 и 1.3880. То есть первая серия 2220 – это гигабитные коммутаторы, полностью гигабитные. Вторая серия 2210, XGS2210 – гигабитные с 10-гигабитным оплинком. И XS3800 – это полностью 10-гигабитный свитч. Как раз вопросов не было, нет Network.IV. Да, на данный момент там этого режима нет, но в ближайших релизах появится. Естественно, AGMP в режиме Network.IV включен по умолчанию. То есть, как раз видите, в разделе Network.IV здесь показаны настройки, которые включаются, ну, включились по умолчанию. AGMP Snooping, AGMP Query, VLAN для AGMP Snooping, API адресового интерфейса. Какая общая пропускная способность гигабит в секунду? На всех коммутаторах пропускная способность считается по количеству портов, ну, естественно, и скорости, и в полном дуплексе. То есть, к примеру, если это 8-портовый коммутатор с двумя оплинками, то есть 10 портов по гигабиту, умножаете на 2, получаете 20 гбит в секунду. Дальше вопрос. Тем не менее, решение ITN можно использовать с коммутаторами других производителей? Да, конечно, можно, но будет гораздо сложнее настроить. Собственно, и другие наши коммутаторы можно использовать с решениями ITN, но просто нет этого режима. Будет сложнее настраивать. Да, по сути, вопрос. То есть, это, по сути, другой веб-интерфейс коммутатора, или он все-таки меняет настройки коммутатора? Это, естественно, другой веб-интерфейс, но настройки меняются, то есть, если вы меняете настройки в режиме Турт-Ави, то они автоматически происходят и в стандартном интерфейсе. То есть, если вы вернетесь в стандартный режим работы, то увидите все изменения настроек. Аналогично, если в другом направлении. Проводите ли вы обучение по работе с коммутаторами с Noctavit для заказчиков в Казахстане при необходимости? В компании нет инженеров, кто работает по этому направлению. В целом, да, такое можно устроить. При необходимости можно также запростить на демо-тестирование. Но в целом, я вам показывал настройки. Здесь, как видите, ничего сложного нет. Выбрав базовый режим, вам вообще практически ничего не надо настраивать. Кроме IP-адреса и пароля. Картинка веб-интерфейса передатчиков-приемников есть? Нет. На веб-интерфейсе вы можете заходить по другому IP-адресу и там смотреть. На Cisco 2960 это может работать? Да, я же говорю, вполне это будет работать на других коммутаторах. Здесь самое главное, это данный режим для упрощения настроек. Какой самый большой коммутатор с PoE и без вентиляторов? Из этих моделей, про которые я рассказывал, нет PoE-модели без вентилятора. У нас есть другая серия, 19-20, GS-19-20, 8-HP, V2. Это PoE-коммутатор, 8-портовый. Там бюджет чуть меньше, 130 Вт. И блок питания встроенный. И потом без вентилятора. За счет чего это было сделано? За счет того, что там стоит автоматическое отключение PoE при достижении 80 градусов. То есть, если он все-таки разогреется очень сильно, то PoE просто отключается. Как правило, все PoE-коммутаторы, они с вентилятором, либо с выносным блоком питания. Кому и куда писать запросы на демо, можете писать мне. Я оставлю сейчас свою почту. Модель с PoE без вентилятора. Сейчас напишу. Эта модель, которую я написал, там нет этого режима. Конечно, можно настроить для работы с приемниками, ресиверами. Но просто это будет сложнее. Устройство ATEN Video over IP работает только в однорангой сети. Честно говоря, не знаю. Мне кажется, коллеги Денис, либо Алексей ответят вам на этот вопрос. По идее, не только в одноранговой. Если вопросов нет, если что, я отвечу в чате. Да, пишите. А передаю слово моему коллеге Алексею из компании ATEN. Спасибо за внимание. Здравствуйте. Еще раз хочу представиться. Алексей Тарабычин, компания ATEN. Очень интересное выступление предыдущих докладчиков прослушали. Хочу их немножко дополнить другим оборудованием. Я представляю компанию ATEN, подразделение, которое работает с КВМ-оборудованием. Славиатура, видеомыш, управление компьютерами. И как Денис в самом начале правильно сказал, в последнее время тенденция общемировая такова, что происходит проникновение друг на друга рынка АВ-устройств и традиционных айтишников, людей, занимающихся айти-приложениями. Понятно, здесь конвергенция роется, но, с другой стороны, компетенцию сотрудника, в конце концов, даже такие простые вещи, как настройки свеча, занимают рабочее время интегратора, занимают ресурс сотрудников, которые могли потратить на более полезный процесс. И поэтому, собственно, было принято то, что работа с сетевыми коммутаторами ЗАГСа сильно облегчает рабочий процесс. Денис в самом начале упомянул в своей презентации о видеодлинителях 8.9 серии производства ATEM. КВМ оборудование у нас носит немножко другой индекс, КЕ. И содержит кодировку видеосигнала 4.4.4. В чем проявляется эта разница? При выводе цветового изображения, при выводе табличек 4.2.0 через видеоретендер у вас могут пропадать строки, пропадают сливаться цвета и так далее. То есть не будет детально точное отображение сигнала. Где это может быть критично? Критично это может быть, например, при работе с точными графическими приложениями, при работе с финансовой аналитикой, где выводится куча графиков, при наблюдении разных динамических процессов. Типичная сфера применения для устройств серии КЕ, где требуется отображение сигнала высокого разрешения 4.4.4.4, это вот диспетчерская. То есть она может быть не такая красивая, но в обязательном порядке содержит несколько рабочих мест, несколько мониторов на столах у сотрудников и одну или несколько видеостенок. Требования КВМ-оборудования предъявляемые, наверное, можно сформулировать в диспетчерских в нескольких приложениях. Это безопасность, включающая в себя роли, права сотрудников, идентификация пользователей, возможность шифрования потоков данных, возможность контроля подключаемых к сети устройств. С другой стороны, это удобство работы, возможность неограниченного масштабирования систем по разным помещениям, возможность создания для сотрудников многомониторных конфигураций, обязательно четкость отображения, быстрый отклик, возможность мониторинга устройств реального времени. С точки зрения технологичности, это поддержка всех современных устройств интерфейсов, поддержка актуальных разрешений и, может быть, даже бежать немножко ранее. Надежность – это иметь возможность дублирования устройств по сети, по питанию, по управлению, возможность производить горячие замены. Ну и, конечно, огромный плюс у устройства ATEN – это возможность пассивного охлаждения. Соответственно, для работы с диспетчерствами, для работы не только с видеосигналом, но и с управляющими сигналами USB устройств, клавиатуры мыши, у нас была предложена маточная система KPM Over IP. Она состоит из железной части и программной части. Железная часть – это модули приемных передатчиков серии KE. Программная часть – это управляющие КО в маточном менеджере. В полной сумме эта система позволяет работать с разрешением до 4К, по обычной витой паре 4К на 30 Гц, причем с поларизацией 4,4,4. Поддержка USB устройств, передача сигнала PRS-232, аналогового звука, поддержка локальной консоли. Операторы могут работать не только на своих рабочих местах, но и находясь непосредственно рядом с устройством. Либо можно дальше транслировать сигнал от этого устройства, допустим, на видеоматрицу. С точки зрения надежности поддержка основного дублирующегося сервера управления, поддержка управления через внешние контроллеры и пассивное охлаждение. Пару слов типичного устройства, вот, допустим, KE9950-9952. Слева представлен модуль приемника, справа модуль передатчика. Отличается циферка последняя 0 или 2 – это поддержка по без поддержки по. По интерфейсу DisplayPort передается сигнал 4К, 30 Гц, 4.4.4. Работа осуществляется по витой паре, то есть достаточно обычной витой паре, подключение через сетевой коммутатор для полноценной работы с разрешением видео до 4К. Естественно, происходит сжатие сигнала, но компрессия сигнала происходит без потерь. Но, опять же, устройство позволяет настроить так, что можно и с потерями сжимать, чтобы меньше поток данных перегонялся, если пропускной способности свеча, скажем, не хватает. Возможность подключения двух блоков питания на этом устройстве, либо, как в случае на картинке, где поддерживается ПО, можно питание подавать как через сетевой, через RG45-й коннектор, так и через коннектор блока питания. Передача аналогового цифрового звука здесь возможно, отдельно разъемы для аналогового звука и отдельно внутри с той порта можно передавать звук. Поддержка локальной консоли. Очень похожая модель 8950, первая циферка отличается 8952, тут уже интерфейс HDMI. Это то, что касается железной части. То, что касается программной части, необходим сервис-управляющим ПО, в этом случае CCKM, то есть еще одно отличие от видеопродукции от N, нужен управляющий ПО, матричный менеджер, с помощью которого делаются полные настройки операций, производимые операторами внутри этой системы рабочей, авторизация всех устройств происходит, настройка всех переключений. Все сделано достаточно просто и интуитивно, ну и удобно. Подразумевается основной дублирующей сервера. Вкратце, матричная работа на базе КВМ удлинителей серии КИЕ. У вас есть несколько серверных, с видеосерверами, управляющими серверами. У вас все оборудование через передатчики подключается к сетевому свечу, устанавливается на отдельный выделенный компьютер, управляющий ПО, матричный менеджер. Операторы могут работать как в консольном режиме на всех этих серверах, в зависимости от настроек безопасности, кому к чему разрешен доступ. Можно выводить на панель оператора рабочие столы всех серверов, которые раскиданы по предприятию, по разным районам предприятия. Возможность мультидисплейного режима работы, то есть можно создать группу из четырех устройств, и оператор будет работать на этой четырехдисплейной группе, на четырех разных устройствах, на четырех разных серверах. Физически для оператора это будет выглядеть как работа на компьютере с единым расширенным рабочим столом. Можно формировать видеостену размерностью 8х8 максимально и можно интегрировать с внешними системами управления. Отдельно о видеостенах. Видео от одного источника с помощью настроек программного менеджера CCKM сигнал от одного передатчика может отправляться до 64 приемников и формировать общую видеостену размерностью 8х8, либо можно в рамках одной сборки панели формировать несколько видеостен, прямоугольных либо квадратных. Картинка ниже представлена. Также с точки зрения безопасности программа менеджера CCKM позволяет авторизовывать пользователей группы, делать авторизацию, то есть поддерживать три основные типа учетных записей, администратор, оператор и супервайзер с родными правами. Администратор может делать в этой системе CCKM все, настраивать на устройствах серии КИЕ, все что угодно, ну, разве что настройки сетевого свеча не может делать. Супервайзер может видеостены создавать дополнительно, но не может делать настройки системы оператора, может только переключаться между разрешенными пресетами. У каждого свой логин и пароль, при этом человек садится на свободное рабочее место, вводит свой логин и пароль и сразу имеет все пресеты, которые ему были созданы ранее администратором. Данные девайсы поддерживают разные режимы работы, то есть это эксклюзивный режим, когда кто-то работает на каком-то сервере, а другой человек не может на него залогиниться. Режим совместной работы, когда активно не только просмотр видеосигнала, но и работа с периферийными устройствами, и устройствами на этом сервере. Режим окупаем, режим занято, то есть если я работаю, то второй пользователь, у которого есть право доступа к этому серверу, может только наблюдать за тем, что происходит. И режим просмотра. Каждый, кто зашел, кроме администратора, может только смотреть, что происходит на этом сервере. Интересно это для видеонаблюдения. Отдельно на этих устройствах и программах, на полном комплексе системы КИЕ, организована функция, которую ATEN сейчас продвигает, boundless switching, то есть безграничное переключение. Переключение между серверами происходит простым перемещением курсора мыши оператором за пределы экрана. Многомониторная конфигурация, как я уже сказал, может быть до четырех дисплеев. Серверы могут быть раскиданы по разным этажам здания, по разным помещениям здания. Для оператора это будет единый рабочий стол, и активным становится тот компьютер, на который переходит экран курсора, символ курсора за пределы экрана. На этом компьютере можно работать. Аналогичная функция сейчас в процессе реализации для видеостен, то есть точно так же оператор может вверх, вниз, право, влево переводить курсорчик, символ курсора, и этот экран становится активным, будет становиться активным. Очень интересная функция для диспетчерских push и pull. То есть когда, опишу на примере функции pull, когда что-то происходит у меня на рабочем столе, я могу перекинуть диспетчерскую картинку на общую видеостену для наблюдения другими сотрудниками, либо на своим коллегам в других помещениях, либо на других рабочих местах. Аналогично работает функция pull. Я могу взять с видеостены на свой экран, интересующую меня картинку, либо со стола коллеги, если видишь, что там что-то интересное происходит. Типичный пример, который был спроектирован и в процессе реализации с учетом оборудования ZAKSEL и с учетом оборудования KE-поддерживающей 4К, диспетчерская. Всего в нем 94 устройства, задействованы два сетевых коммутатора ZAKSEL. Схема коммутации представлена на этой картинке, то есть три видеостены, две маленькие, два на два и одна большая, а четыре на шесть. На столах и операторах по четыре, либо по пять мониторов стоят. В серверной комнате стоит у нас сорок компьютеров, сорок источников сервера, источников видеосигнала. Все заведено через два коммутатора ZAKSEL. Коммутаторы между собой соединены четырьмя SFP 10-гигабитными модулями. Пропускной способности канала, но поскольку оборудование серии KE, при передаче изображения 4К без компрессии, поток занимает, с учетом USB и RAID 32-го порядка, ну, гигабита в секунду, пропускной способности свечей вполне хватает. Ну и последним слайдом хочу показать актуальный модельный ряд. Я рассказывал про модели 4К, это 9950-9952 с дисплей портом, 8950-8950 с HDMI. Существуют также модели с поддержкой DVI-I, одного канала, либо двух канала. То есть DVI-I у нас и аналоговый сигнал внутреннего, и с правосинного D, и разрешением Full HD. И также облегченная версия HDMI устройств, 89.0.0, с немножко урезанным функционалом, поддерживает Full HD приемник и передач. Вот вкратце моя презентация, вопросы-ответы. В случае QVM коммутация только точка-точка. Нет, коммутация точка-многоточка вполне возможно, много-намного возможно. То есть маточная система работает. Диспетчер должен просить оператора выполнить необходимую коммутацию или как это происходит по факту. Оператор, администратором маточной системы CCKM создаются пресеты, то есть возможные варианты работы оператора. И оператор может работать по этим пресетам, просто выбирая из экранного меню то действие, тот компьютер, на который ему нужно переключиться и осуществить рабочий процесс. Аналогично можно продублировать эту работу с помощью внешнего контроллера. То есть, допустим, сделав все красиво и коммутирует через команду NIP. Ну, к примеру. Как построение видеостен многооконность поддерживается, как, например, процессоры в видеостенах. Данное устройство поддерживает только квадратные видеостены, то есть там Z-образные и так далее. Тут невозможно, но с другой стороны, на один массив, допустим, 6х6 можно вывести на разные участки видеостены разные изображения. То есть, 4х4, 2х2 и 2х4. То есть, это будет выглядеть, с одной стороны, как многоокон, с другой стороны, это не совсем полноценный процессор. Монгли свинчник. Можно ли в одной группе мониторов использовать Full HD и 4K мониторы? Тут уже отдельно, если говорить, возможно, если... У нас есть такой функционал, называется моментальное переключение, так называемое. Реализован он так, что программа менеджер CKM создает, приводит все управляющие сигналы, все сигналы, видео сигналы от источников к одному разрешению Full HD 1920 на 1080. И, соответственно, в этом случае мониторы, которые... Изображение, которое приходит на экран, всех мониторов, оно будет, говоря, Full HD, тогда это будет работать. В противном случае нет. Без обработки сигналов. Так. Все же непонятно. Своего рабочего места, как выбрать необходимый контент. Надо просить какого-то оператора. Нет. Вы оператор. У вас есть, если доступ к этому серверу, вы можете через экранное меню выбрать необходимый вам сервер. Как это происходит при работе с ТВМ-устройками, при обычной работе. У вас будет список доступных для вас серверов. Вы можете на любой из них заходить. Экранное меню реализуются приемником КВМ. Да, на экране... Экранное меню, оно, да, на экране КВМ-приемника. Совершенно верно. Опять же, повторюсь, как говорил Денис, все это оборудование, серия КЕ, имеется у нас в наличии в московском офисе. Все можно взять для тестирования, под гарантийное письмо, на месте попробовать работать, либо приехать к нам в демо-комнату и смотреть, как оно происходит. Демо-комната есть в Москве, в Петербурге. Коллеги, если нет вопросов, то я предлагаю двигаться дальше. Мой e-mail был указан на предыдущем слайде. Прошу обращаться, если есть какие-то вопросы. Совершенно верно. С одного передатчика можно картину... Вопрос. То есть, можно обойтись без контроллера видеостены и формировать единую картинку на все дисплееры? Да, совершенно верно. У вас на каждом мониторе в видеостене стоит приемник. Соответственно, вы можете с любого передатчика картинку передать как в режиме сплиттера на каждой из экранов видеостены, так и в режиме общей картинки. То есть, грубо говоря, 3х3, можно изображение подать так, что оно будет одинаковое на каждом из этих 9 мониторов. Можно сделать общую видеостену. То есть, изображение с одного сервера будет передано как единое изображение на эти 9 мониторов. Фактически, да, это контроллер видеостены. Истинно. Нет, в приемниках нет масштабатора. Вопрос был, приемник есть масштабатор? Нет, приемник нет масштабатора. Приемник в случае видеостены берет свою часть изображения и просто ее фактически выводит на экран. Где-то он, по-моему, там есть масштабатор. Ну, я могу тогда паузу взять, уточнить его в техническом отделе Александр, для Александра. И оставьте свой адрес, пожалуйста, я с вами свяжусь. Звук как коммутируется? Звук вы можете получать только от источников. Либо аналоговый, либо цифровой. Каковы, коммутации его нет. Возможно ли в качестве источника сигнала задать видеопоток или видеофайл? Только поток сервера. Если сперва как-то обработают этот видеопоток, тогда вы можете его видеть, подключившись по видео в кабеле. Ну, фактически это удлинение рабочего места происходит. Задержка? Да, задержка такая же, как в network abode. То есть, мы мерили на 4К с помощью коммутатора загса. у нас получилось примерно один кадр. Задержка. 30 миллисекунд? Да. 30 миллисекунд. И коммутация почти вот здесь вот почти уже без подростков. Близко к этому. Так, ну тогда переходим к следующему. Спасибо, коллеги. Вопросов нет. Следующий раздел у нас будет. Так, USB 2.0 Да, USB 2.0, если я не ошибаюсь. То есть, основное отличие, если мы говорим о видеочате, так как здесь в основном все-таки товарищи собрались из видео, то это сетка E передает 4.4.4 полноцвет. Реальный полноцвет. И все это в гигабитной сети. Мало кого так может. Ну, естественно, меньше задержка. Спасибо, без подрывного переключения. Просто там намного мощнее процессоры, мощнее система. но тем не менее, в гигабит она помещается. Так, аннотации как-то поддерживаются, например, указатель мыши на общем экране виден. что имеется в виду под словом аннотации. я при настройке системы могу каждому приемнику задать имя. То есть, соответственно, при общей настройке видеостены это имя будет выводиться в угол кадра. Я это после настройки видеостены функционал могу отключить. Вы вот это имели в виду? Либо второй вариант, если указатель мыши при рисовать поверх изображения, показывать что-то всем на общем экране. Да, указатель мыши будет на общем экране, если вы будете работать на видеостене. Это будет ваше рабочее место. Вот вы свой монитор вывели на большую видеостену, рисуете на нем. Естественно, будет ваше движение на стене. изображение показывать что-то всем на общем экране. Иметь в виду вопрос. Есть ли монитор тачскрин? Можно на него переключать? Вообще система, устройство серии QE во всех устройствах хайпишных есть нюанс, надо попробовать, как должен работать тачскрин. Вроде бы у нас получалось. Конкретная модель я предлагаю брать на тесты и смотреть. Потому что видео вы на монитор тачскрин можете вывести, но вам надо еще управление. Тут надо смотреть, какой тачскрин, какой у него протокол USB. И вопрос к системе управления к ее устройству также можно привязать. Да, совершенно верно. На устройстве серии QE есть разъем RS-232 и у него два режима. Режим конфигурации устройства либо режим работы. Соответственно, если подключить контроллеру и задать CCKM пресеты, то вполне можно переключать пресеты с помощью этого устройства. Так, ну, наверное, все. Тогда на этом мы прощаемся. У нас получилось почти полтора часа, час двадцать. Что-то как-то неожиданно много. В общем, ждем вопросы. Если есть, то всегда на связи. Всем спасибо. До свидания.